Всем привет, друзья! В новом обзоре мы поговорим о том, как Томас Мюллер на матч против Унион Берлин изменил свою роль на поле и теперь смотрится как полноценный опытный игрок, которому не надо быстро бегать. А также немного убавим значимость новых громких заголовков из мира трансферных новостей. Итак, матч между Унионом и Баварией не был большой загадкой с точки зрения течения поединка еще до его начала. В том плане, что сидите на карантине хоть 10 лет, все равно Бавария выйдет играть против Униона и всегда будет доминировать. Поэтому владение 70% и то, что Унион играет в 5 защитников, сидит в низком блоке, пытается отбиться и найти свою контратаку, это было понятно еще до начала поединка. Но, как Бавария решала вопрос с такой перенасыщенной обороной соперника? Усредненные позиции в этом поединке нам показывают, что Бавария по сути играла по схеме 4-2-4, где Горецкая играл возле Ливановски. Потому что перенасыщать опорную зону не было никакого смысла, поскольку соперник сидит низко, поэтому лучше мы перенасытим зону атаки, нежели зону центрополя. Потому что там Тьяго и Кимих вдвоем справятся с разводом мяча в разные стороны, это не проблема, они не будут находиться под большим давлением. Да, можно было пойти в лобовую атаку, в плане того, что Ливановски, Гнабри и Мюллер берут на себя троих центральных защитников соперника. Один берет центрального, центрального, двое по бокам. Но в таком случае, кроме того, что нужно будет выигрывать личные дуэли очень часто, необходима еще и поддержка постоянной латералей. Но поскольку чистых латералей у Баварии нет, они не играют с постоянно высоко поднятыми Дэвисом и Паваром, а они подключаются относительно часто, но все-таки по ситуации и не вдвоем одновременно, поэтому нужно было придумать план похитрее. И вот здесь включается Томас Мюллер, который, несмотря на свое прозвище, несмотря на свою придуманную лично им позицию для себя, роль для себя, тот, кто ищет пространство, в этом поединке он был тем, кто создавал пространство для других, а особенно для Горецки. Для Горецки, который был в тени Ливандовски, в том плане, что защитники Униона отвлекались на Ливандовски, конечно же, как-никак лучший бомбардир, и в это время Горецка мог выскочить из-за его спины в любое свободное пространство, нужно только, чтобы кто-то его создал. Кстати, Роберт Ливандовски стал жертвой такой системы игры Баварии в данном поединке, потому что даже Тханси Флик после матча сказал, что мы так и не смогли включить Ливандовски в нашу сегодняшнюю систему. У него не было голевых моментов, он, по сути, выполнял роль отвлекающего маневра для того, чтобы Горецка или Вингеры, которые будут сужаться в серединку, находили свое свободное пространство. Теперь вернемся к Мюллеру и его роли на поле. Он просто задолбал Суботича, своего прямого конкурента, своего левого центрального защитника он задолбал, потому что он его уводил сначала на фланг, чтобы Горецка вошел в коридор между центральными защитниками соперника, и получил, пожалуйста, пространство и время, и Мюллер даже пяткой туда отдавал. Потом Мюллер уводил Суботича уже в середину, для того, чтобы команд, подключающийся с фланга, получил пространство для входа в штрафную площадку без сопротивления. И Суботич постоянно ввелся на это, потому что Суботич не играет больше в Дортонской Боруссии, и его на этом можно ловить, каким бы он опытным ни был, но в некоторых ситуациях ему необходимо было принимать двойное решение, он всегда выбирал не самое подходящее. Таким образом, Мюллер, конечно, уничтожил Суботича в этом поединке, и он показал, что обычно вот он был как раз-таки на месте подключающегося Камана, либо врезающегося Горецка, а теперь он уводит соперников для того, чтобы свои партнеры подключались в созданные им зоны. И именно поэтому я говорю, что теперь ему, по крайней мере в этом матче так было, не знаю, как будет дальше, но вот конкретно в данном поединке ему не надо было много бегать, он не выдавал какие-то сумасшедшие рывки, где надо было и сыграть корпусом, и поставить спину, все что угодно, нужно было выиграть дуэль, нет, он просто увел с позиции, а молодежь будет бежать, она для этого и молодежь. Поэтому, войдя в завершающую стадию своей карьеры, а это понятно, Томас Мюллер начинает максимально умно играть мозгами. Он собрал воедино весь свой опыт, сумасшедший опыт за всю карьеру, от работы с Хайнкесом, с Ван Галлом, с Гвардиолой, с Левом в сборной Германии, и Ханси Фли, который тоже работал тогда в сборной Германии, но помощником, он понимает, как можно использовать Мюллера прямо сейчас, с максимальной выгодой для команды, потому что ему нужен человек, который сможет открывать пространство. У Горецки еще нет такого опыта. Горецка просто классный атакующий хав, который и физически хорош, и бьет, и все что угодно, подключается, забивает голы, но никто не будет так умно двигаться, как Мюллер сейчас в Баварии, потому что ни у кого нет такого опыта. Ну кто, молодежь? Нет. Кимих еще развивается, Тьяго играет слишком глубоко, и ему необходим такой человек в тройке хавом под Ливандовский, это сейчас только Томас Мюллер. Другого нет, и он максимальную пользу сейчас приносит. И, ну, это был разрыв. Вот просто на примере Мюллера и Субочича мы наблюдаем, как опытный игрок, даже другого опытного игрока, покупает несколько раз за матч абсолютно одинаковыми приемами. А молодежь этим пользуется. Но Бавария забила не с этих моментов, не благодаря супер игре Мюллера здесь. Они забили после стандартов, они забили сначала с пенальти, когда Горецка заработал. Кстати, тот же самый Субочич, он, походу, худший игрок этого поединка, даже если по оценкам это не так, но по ощущениям 100%. А Ливандовский, кстати, да, его манера пробития пенальти, он полностью освоил эту манеру Жоржиньо, Эдена Азара, когда ты должен остановиться перед ударом и быстро поймать вот момент, когда вратарь от центральной линии начинает переносить свой вес на какую-то из ног, и ты должен пробить в другую сторону, и у Ливандовски это получается. Очень комично это смотрится, когда это не получается, но когда получается, это смотрится очень солидно. Поэтому ты должен выбирать, либо ты сейчас опозоришься, либо ты забьешь очень хорошие качественные пенальти. А второй гол был забит тоже после стандарта, но уже после углового, который забил Павар, находясь в окружении троих соперников. Вот как оборона Униона здесь прошляпила, но поэтому ты Унион-Берлин, а твои соперники это Бавария. В общем, но если вы думаете, что у Баварии было все очень хорошо, то спешу вас разочаровать, потому что от Жерома Буатенга я никогда не отстану, потому что ни у кого, кроме как у него, нет столько косяков. Хотя, казалось бы, мяч у Униона не так уж и часто, многого они не создадут, но Жером Буатенг это тот человек, который, вот он настолько ленивый, в плане того, что идет уже передача за спины защитникам Баварии. Бавария играет с высокой линией обороны во владении, это понятно. И уже передача пошла, уже мяч летит, а Жером Буатенг все равно предпринимает попытку сделать шаг вперед, чтобы попытаться, как это, создать искусственный офсайт. Как? Ну, мяч уже летит, все, уже нет никакого смысла делать этот шаг. Либо ты сразу должен бежать назад, если там офсайт был, то его поднимут, если не сразу, то после вара, если не было, то ты должен быстро бежать назад, потому что ты не поймал соперника в офсайт. А Буатенг, мяч уже летит, а он сначала шажок, последняя надежда на то, что не надо будет все-таки делать рывок, авось как-то вне игры. Но надежда умирает последней, но в данном случае она умерла сразу же, потому что там офсайда никакого не было. И от таких финтов даже Давид Алаба в шоке. То есть Алаба, который только полгода, как стал центральным защитником, он даже охреневает от того, что делает Буатенг. Я так часто его критикую, но поверьте, вот сейчас нет ни одного такого ярко выраженного, слабого звена в Баварии, кроме Жерома Буатенга. Поэтому острая необходимость у Баварии возвращение основных центральных защитников. Что касается еще Униона, чтобы вы не думали, что Томас Мюллер там все один решал, больше проблем не было. Нет, конечно же, были и подключения латерали, особенно Дэвиса и Унион, даже играя пять защитников, оставлял огромные коридоры между своим латералем и крайним центральным защитником. И так нельзя. То есть у вас пять человек в линии, при этом такие огромные пространства, при том, что вроде как вот конкретно в данном моменте возле каждого соперника есть свой игрок, и этот центральный защитник, правый, он должен был смещаться чуть правее, видя, что передача пойдет в эту зону, а он оставляет большой коридор. Поэтому, как я говорил раньше, ты и Унион Берлин. А твои соперники это Бавария, которая легко использует все твои проблемы в обороне. Из трансферных новостей. Барселона упорно продолжает себе искать игрока в центр поля, если верить всем СМИ этого мира. Вот сейчас они обратили свое внимание на Пьянича, на которого обратили свое внимание практически все клубы в Европе, потому что Ювентус вроде как готов отпускать Пьянича этим летом. Но Барса рассматривает только вариант с обменом, никаких больших денег никто платить не будет, но Ювентус не готов брать за Пьянича условного Ракитича и еще троих талантов из Ла Массии. Ну, допустим. И, возможно, еще какого-то одного игрока основы. Они хотят лишь, чтобы в сделке был обязательно Артур. То есть Артура торгуют, Артур уже отнекивается во всех СМИ, что я хочу играть только за Барселону, и никто меня отсюда не выперет, я что, зря сюда приезжал из Бразилии, только хочу играть за Барсу. А им уже торгуют. И причем так много сообщений о том, что Барса готова отдать Артура, что, ну, как-то уже перестаешь в этом сомневаться. Хотя я не понимаю именно в случае с Пьяничем мотивации Барселоны. Даже если они вот сделают такую рокировочку, что Артур поедет в Ювентус, и Ювентус согласится отдать Пьянича в Барселону. Потому что, а в чем смысл менять 20-ти скольки там, 3-х, 4-х летнего Артура с большим-большим потенциалом на 30-ти летнего Пьянича? И что самое важное, Пьянич это же игрок на позицию Боскотца. Потому что Пьянич в Роме, в Ювентусе был, по сути, глубинным плеймейкером. А он не перестанет быть им в 30 лет и внезапно не начнет играть бокс-ту-бокс, инсайда или там еще кого-то. Нет, он будет играть на позиции Боскотца, то есть потенциально. А как же тогда Фрэнки Де Йонг и его история наследника Боскотца? Что вот как-то слишком много странных новостей трансферных в последнее время. Понятно, что большинство из них окажутся полным бредом, но это как бы эти новости, которые мы обсуждаем, транслируют более-менее статусные издания. Поэтому им можно как-то верить. Но мне кажется, что они уже начинают как-то путаться в показаниях. Даже сами эти издания. Теперь. Рауль Хименес. Вот внезапно, в один день, Рауль Хименес – это трансферная цель для Манчестер Юнайтед и для Ювентуса. С чего бы это вдруг не знаю, вот в один день начали вбрасываться такие новости. По Манчестер Юнайтед, в принципе, охотно верю, но на роль ли первого нападающего? Будет ли Рауль Хименес потенциально в случае своего прихода в МЮ такой уж суперзвездой мирового класса, лучшей девяткой, вот лучшим выбором в составе на место девятки? Не думаю, что болельщики ждут именно этого. И вообще не думаю, что Рауль Хименес сам может потянуть эту роль. Потому что, да, Рауль Хименес – это хороший трансфер в плане того, что это футболист, который может дать определенное количество голов в АПЛ за сезон. Потому что он уже дает их в Улверхэмпоне. Он не молодой игрок, он уже опытный, он все понимает, и он, перейдя в любой сейчас клуб в АПЛ, он продолжит забивать. Но я думаю, что Рауль Хименес – это всего лишь один из списка потенциальных нападающих для Манчестер Юнайтед. Тем более, что это будет очень дорогой трансфер, потому что внутри английский. И там пофиг на кризис, и никто не будет дешевить. Улверхэмптон не будет отдавать дешево Рауля Хименеса, одного из своих лидеров, в Манчестер Юнайтед. И да, выхлоп потенциально этого перехода для МЮ будет неплохим. И уж тем более гораздо больше, чем был выхлоп от прихода когда-то, например, Радамеля Фалькао. Это будет небо и земля. Рауль забьет гораздо больше. Но, повторюсь, этого ли ждут фанаты МЮ? Я думаю, что нет. То же самое касается и Ювентуса. Потому что всем абсолютно понятно, что Ювентус будет покупать себе форварда, ну, по крайней мере, очень большая вероятность. Они хотят себе купить Икарди. Но они не хотят его купить у Интера. Они хотят его купить у ПСЖ. То есть для того, чтобы Ювентус купил себе Икарди, для начала Икарди должен купить себе у Интера ПСЖ, а потом уже перепродать Ювентусу. И на этом, возможно, немного заработать. Но Рауль Хименес, это один тоже из списка потенциальных кандидатов. И там фамилии гораздо круче, как мне кажется. Вот, во-первых, Икарди. Окей, если Икарди не удается подписать, возможно, Ювентус предприняется попытку купить Ковани. Почему нет? Ковани играл в Италии, неплохо играл. Если не Ковани, Абамиян, вроде бы как, хочет уходить из Арсенала. То есть там куча разных кандидатов. И потом еще фамилии 2-3 вниз. И там Рауль Хименес, тоже хороший, тоже 100% все здорово. Но вы уверены, что все предыдущие откажут Ювентусу? Вот прям вот все. Я думаю, что нет. И поэтому данные заголовки, вот за данными громкими заголовками, что Ювентус и Манчестер Юнайтед хотят себе нападающего Рауля Хименеса, стоят либо слишком преувеличенные желания клубов, либо очень сильно преувеличенное желание агента продать своего футболиста. Потому что Хименесу 29 лет. Он сейчас на пике своей стоимости, на пике, по сути, своей карьеры. И если его сейчас не продать, то сорвать с него большой куш для агента, возможно, больше не предоставится возможности. И посмотрев на список клиентов этого агента, мы можем заметить, что Рауль Хименес – это единственный большой актив данного агентства. У него есть еще два Дос Сантоса, которые уже ничего не стоят. Ни Джованни, ни Джонатан, они уже по 2 миллиона максимум играют один в США, другой в Мексике. То есть все вот есть только у этого агентства Рауль Хименес. И вполне вероятно, что как работает трансферный рынок, как работают агенты с подобными случаями, они скинули по биткоину определенным изданиям, они написали эти новости, издания тем более неплохие, и это нормальная практика. И вот сейчас уже все, ажиотаж вокруг игрока. Давайте торговаться. На этом все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится, комментируйте. Но самое главное вы знаете – играйте в футбол. Субтитры сделал DimaTorzok